Здравствуйте! На телеканале Россия, Вести Татарстана, о самых заметных событиях этого дня, расскажут мои коллеги и я, Лилия Галимова, в этом выпуске. Алкоголили собственные дети, ради чего пьяные женщины оставляют малышей на улице. Воды нет, но она как бы и есть. Почему в кранах казанцев жидкость пропала, зато во дворе бьет фонтан. Тяжелый апрель ГИБДД фиксирует повышение смертности на дорогах. Кто в этом виноват? Дурманищи облаков, самосыровав пепел, превратили более 700 килограммов наркотиков. И время танцев казанская сборная отправилась на финал проекта «Большие танцы». Трое детей оказались брошены на улице в набережных Челнах. В одном случае, пока пьяная мать спала на лавочке, двое ее малышей гуляли по ночному лесу. В другом, от пьяной родительницы сбежал сын и возвращаться отказывается. Что грозит тем, кто детям предпочел алкоголь? В следующем сюжете. А где ваш ребенок? Как сын называть? Вильдан. Вильдан, где у вас? Он вчера ушел. А вот куда, в каком направлении, почему вообще 10-летний сын ушел из дома, мать Вильдана Фируза Гарипова рассказать не смогла. Женщина в запое с начала недели. Коллеги пришли к ней домой, чтобы проверить, жива ли она и что с сыном. Вот это третий случай, как нашла с нами работать. Второй год работает. Один раз уволилась, она обратно пришла. Но и за ребенка мы жалели, и уж каждый день уговорили, что нельзя пить, нельзя пить. Но советы коллектива она проигнорировала. А вот сын не стал терпеть, собрал вещи и ушел. Ребенок решил сбежать к бабушке в деревню за 200 километров от Челнов. В 9 вечера поймал на дороге машину и попросил отвезти его в Алексеевский район. Но водитель привез Вильдана в полицию. Там ребенок и рассказал, что дома он никому не нужен и туда больше не вернется. Слова мальчика передали матери. И только услышав это, Фируза опомнилась. Уже ваш сын сам от вас отвернулся. Я не хочу, говорит, с мамой жить. Мама, говорит, пьет целыми днями и блюет, говорит, здесь. И меня не кормит. Как не лишать, если у вас ребенок голодный ходит, ребенок в ночное время из дома уходит. Если что-то случилось с ребенком. Я не буду больше пить, пожалуйста. Перебрала со спиртным и эта женщина. Прохожие нашли ее спящей в лесу. Рядом с ней сидели дети, а двухлетний сын и шестилетняя дочь. Что вы пили? Пиво, водку? Что пили вы? Пиво пили. Сколько вы пили? Мало. Ребенок у меня всегда был на мою еду. Сегодня мама пришла за детьми в инфекционную больницу. Уверяет, что она вообще не пьет. Но в тот вечер с подругой отмечали ее день рождения. Не заметила, как увлеклась. Далее будет проводиться проверка по данным сообщениям. Будут приниматься меры административного характера. То есть матери будут привлечены к административной ответственности. Также они будут поставлены на профилактический учет. Теперь воспитывать своих детей она будет под присмотром. А вот Ферузе придется постараться, чтобы вернуть сына. Сейчас Вильдан в инфекционной больнице. Оттуда его переведут в реабилитационный центр. Возвращаться домой мальчик не намерен. Лилия Жданова, Наталья Поткина, Рамиль Закеев. Вести Татарстан. Набережная Челны. Опять все тот же алкоголь едва не обернулся трагедией в Нижнекамске. Там от ножевых ранений пострадала 23-летняя мать и ее двухгодовалая дочь. Сейчас обе находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По ножовщину устроился житель женщины. По версии следствия, они распивали спиртные напитки. Разразился скандал. Мужчина достал нож. Мать попыталась прикрыть ребенка от ножевых ранений, но не успела. Малышка получила удар в грудь, а женщина 15 ножевых ранений. После этого потерпевший выбежал на лестничную площадку и подала на помощь соседей, которые вызвали на место сотрудников полиции и медиков. Будучи задержан, Банаев полностью признался в совершении преступления. В следствие обратилось в суд с ходатайством к избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Третий день. Нет воды в одном из домов в Казани по улице Короченко. Нет ее в кранах, но зато льется она во дворе. Причина того, что сотни жильцов остались без благ цивилизации – авария. Насляхузин разбиралась, почему к ремонту приступили лишь тогда, когда столько воды утекло. Вот, пожалуйста, смотрите. Третий день без воды. Не помыть, не постирать. Семья семь человек. Вода пропала без предупреждения, рассказывает Любовь Захарова. Запаса не было, пришлось идти в магазин. Тут и обнаружилась пропажа. Во дворе образовалось целое озеро, посреди которого бил фонтан. Вся вода была чистая, а потом с нас ОДН опять берут. Ужас один. Только сегодня утром на месте аварии начали работы. Водоканали объяснили, почему не сразу приступили к ремонту. О том, что произошла авария, мы узнали ночью. Вчера наши мастера выехали на место, посмотрели, что произошло. Стали выяснять, кто виноват. Выяснили, что это строители, стройтелекома. Бросили место происшествия, не сообщили нам о том, что произошло. Мы их призвали к ответу и попросили их устранить аварию за свой счет. Вчера они от этого отказали. Водопровод так и остался неисправным. Сегодня принято было решение своими силами исправить. Пока строители и коммунальщики спорят из-за аварии, около 150 жильцов ломают голову, где взять воду. Подвоза нет, питьевую хотя бы можно купить. А вот с хозяйственной как? В доме много пожилых и есть лежачие больные. Не помыть, ничего, у нас никаких условий нет. Ветеран труда, 40 лет отработал на хлебзаводе, вот так остались без ничего. В округе нет колонок, так что водные процедуры пришлось отложить. Вот что, воды нигде не взять. Вот сейчас, где в данный момент? У нас вообще сейчас кругом одни стройки здесь. Ни воды, ни возможности нет. Вот куда я даже и выйти не могу в этот лишний раз. Сейчас думал, что он ушел на работу. Вот я с ней вдвоем. Ее бросить я не могу. Где искать воду, ходить нам? Как объяснили в водоканале, подвоз воды бывает только там, где ее отключают по плану. Единственное, что пообещали, устранить повреждения до конца дня. Я же вам сказал, что сегодня будет вода. Василия Хузина, Рустам Садриев, Вести, Татарстан. Загрузить имеющиеся мощности такую задачу перед Казань-Урксинтезом сегодня поставил президент Рустам Мениханов. На предприятии состоялось итоговое годовое собрание акционеров. Чистая прибыль за год составила чуть более 3 миллиардов рублей. Это в 7,5 раз больше, чем прежде. На собрании был избран и новый состав совета директоров из 11 человек. Есть технологии производства этилена из газа. Возможно, мы пойдем на этот путь природного газа. Есть технологии изготовления производства из дизеля. Мы должны иметь сырьевые контракты на 15-20 лет. Затем президент окунулся в спортивные события. Он посетил чемпионат России по синхронному плаванию, который проходит во дворце водных видов спорта. Для спортсменов этот турнир станет генеральной репетицией перед предстоящей универсиадой и чемпионатом мира, которые пройдут в июле. Глава республики по ходу проинспектировали новый объект. Домашняя площадка уже в стартовый день розыгрыша стала счастливой для нашей Лилии Низамовой. Я очень рад, что сегодня сегодня плавали в нашей республике. Но на подъем я желаю всем гостям спортсменам, чтобы в Казани подряд вы достигли мощности спортсменов. В ГИБДД сегодня сообщили о резком росте погибших в ДТП. Только за неполный апрель 39 человек. Чаще всего из-за превышения скорости. О дорожной ситуации Карина Насрудинова. 39 человек погибли на дорогах республики. И это только за 21 день апреля. Более 300 пострадавших. Почти половина аварий из-за превышения скорости. На втором месте выезд на встречку. На третьем управление транспортным средством в состоянии опьянения. Пополняют печальный список происшествий пешеходы, которые переходят дорогу в неположенных местах, а также мотоциклисты и велосипедисты. Наши дороги, к сожалению, не приспособлены к передвижению на велосипедах. Город очень старый. И, к сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что узкие тротуары. За счет тротуаров велодорожки не сделаешь. Проезд счастья не уменьшишь. Коснулись и темы качества дорог. По словам главного госавтоинспектора, они разрушаются из-за чрезмерной нагрузки. Почти 90% грузоперевозок с превышением допустимого веса. Дороги не соответствуют транспорту, который по нему ездит. И поэтому это все обманываем сами себя. Что сегодня залатали, завтра это будет надолго. Долго это не будет. Если запломбировали зуб и каждый день будете грызть орехи, я думаю, эта пломба вылетит. На совещании пообещали наказывать строже тех, кто отвечает за содержание дорог. Кроме того, там, где ДТП происходит чаще всего, появятся дополнительные знаки и патрульные экипажи. Карина Насрудинова, Ленар Хабибуллин, Вести Татарстан. Самый дорогой мусор оказался за всю историю на Самосыровской свалке сегодня. Но долго там не задержался. На полигоне уничтожили более 700 килограммов наркотика. Затем как сотни миллионов рублей превратились в пепел, наблюдала Наталья Белкина. Героины гашиш, дезаморфин и курительные смеси. Их изъяли у наркодилеров и притоносодержателей со всей республики. Все это, как было в пакетах, с точным указанием веса, отправилось в костер. Самосыровскую свалку за считанные минуты окутал едкий дым. Это один из самых дорогих пожаров в истории Самосыровского полигона. Общая стоимость сожженных наркотических веществ оценивается в сотни миллионов рублей. А история этой бочки – настоящий детектив. Здесь ни много ни мало – 120 килограммов опасного синтетического наркотика. Его изъяли у 22-летнего челнинца. Химлабораторию он организовал прямо у себя в квартире. В полицию обратились соседи, когда запах ацетона окутал весь дом. Мужчина проведет за решеткой 9 лет. Все эти вещества – 710 килограммов наркотиков – проходят по 140 уголовным делам. Большую роль при изъятии и раскрытии данных преступлений играют и граждане, которые звонят на телефон доверия управления наркоконтроля. Эти вещдоки ушли в топку. Оперативники говорят, в ближайшем будущем в огонь отправят новые партии наркотиков. Наталья Белкина, Эйдар Кунафин, Вести, Татарстан. Где самые грязные дачники? Узнаем после прогноза погоды. Не переключайтесь. Продолжение следует... Днем – 9-14 градусов тепла. В магнитном поле Земли прогнозируется возмущение. Утром и днем ожидается буря. Давление – 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 75-80%. В клинике «Ава Казань». Скидка 25% на приемы врачей хирургического профиля. Запись по телефону. 200 ровно 1065. Если хочешь ты в круиз, в «Интур-Волго» торопись. Скидки «Интур-Волга». Зеленодольский район – один из самых грязных. Такой вывод сделали экологи после рейда по железной дороге. Замечания появились и главам поселения, и к самим жителям. Альбина Батышин отправилась в спецрейс. А почему высотовое товарищество не озадачено? Не дадите им планы. Там, где возможные РЖД, установили километры высокого забора вдоль железной дороги. Свою территорию полтора метра от рельсов железнодорожники вычислили. Но работы им прибавили жители поселков и дачники. Мы видели, как население мешками несет мусор к полосе отвода железной дороги. Это говорит о том, значит, неорганизована система сбора для населения. Слава работа администрации. К администрации Зеленодорожского района претензий много. Особенно грязно в Айше, Васильево и Нижних Визовых. Не лучшая ситуация в обсерватории и займище. И все же навести порядок вдоль железных дорог придется. Причем всего за сутки. Мы приняли совместное решение с главой администрации Зеленодорожского района. Они привезут контейнер для того, чтобы убрать этот мусор. Мы совместно с ними уберем и в один день все это вывезем. В дальнейшем поселки от железных дорог оградят полностью. Задача на ближайшее время установить контейнеры. Они хотят переложить, безусловно, на плечи бюджета района, республики. А тем не менее, садоводы и платят и налоги. Я думаю, за 30 лет, за 20 лет, сколько они существуют, в большей части, они же могут у себя забор восстановить. Обнаружили мусор в дербышках и вдоль интермодальной ветки. Ответственные сегодня же получат предписание. Не уберут штраф. Однако экологи собираются чаще возбуждать дела о возмещении ущерба за нанесение вреда окружающей среде. Это будет гораздо дороже и эффективнее. Альбина Батышина, Павел Прищепов, Вести, Татарстан. Аниматоры оживили героев поэмы Шураля. В кинотеатре «Мир» состоялась премьера мультфильма. Все это приурочено к 127-й годовщине татарского поэта Габдулы Тукая. Фируза Насырова одна из первых посмотрела мультфильм. 30 профессиональных аниматоров, полгода работы и тысячи мультипликаций. Результат – 13-минутный мультфильм «Шураля». Спустя годы герой знакомый с детства сказки в новом цвете. В кинотеатре «Мир» премьера. Это классический мультфильм «Шураля», который является иллюстрацией произведения Тукая. И в этом смысле это является хорошим образовательным продуктом. От оригинала ни на шаг ни одна строка известной поэмы не пропущена под кистью аниматоров. Даже Куров в том крылае петь умеет. Написал в сказке Габдула Тукай. Режиссеры мультфильма это воплотили. Мне он понравился, потому что, ну, когда Шураля всех щекотил, и болтер причинил ему пальцы. И когда Шураля пообещал больше не причинять вред, то его отпустили, мне вот это понравилось. Он был интересный, но где-то смешной и очень поучительный. Премьера мультфильма посвящена 127-й годовщине Габдулы Тукай. Сказочные герои говорят голосами актеров Камаловского театра. Они рассказывают о том, что важно во все времена – смелость и доброта. Сборная Казани отправилась на финал проекта «Большие танцы». Нашей сотке предстоит побороться за титул самой танцующей столицы. На железнодорожном вокзале их провожала и наша съемочная группа. Вот и все вести. Увидимся.